Спасибо, спасибо, Татьяна. Я хотела сказать, что, пожалуйста, дайте огня, видно ли, слышно ли, но уже от Татьяны поняла, что видно и слышно, и это хорошо. Вас тоже, друзья, благодарю за то, что вы мне сигнализируете, что все хорошо. На самом деле очень рада, что мы с вами вновь встречаемся. Уже много лет мы это с вами делаем и в этом году продолжаем. Это тоже очень приятно и очень для меня ценно. Я надеюсь, что сегодняшняя встреча будет и интересна, и полезна. Итак, мы сегодня с вами поговорим о публикациях, наверное, и о публикациях тех, кто еще и не пишет диссертацию, но, может быть, задумывается об этом. Потому что неплохо иметь в виду, что вдруг я когда-то по результатам своего исследования захочу защитить диссертацию. И, в общем, это иметь в голове хотя бы на всякий случай. Ну, а уж те, кто сейчас работают над этим, это совсем будет актуально. Давайте как раз буквально минуточку я уточню у вас, в каком вы статусе находитесь. То есть пишете вы диссертацию или еще думаете? Давайте, если пишете единичка, если думаете дворчиком. Набросайте, пожалуйста, в чат, чтобы я понимала. Пишите, пишите так. Есть у нас и пишущие, и думающие об этом. Это здорово. Это здорово. Замечательно. Спасибо, друзья. Теперь, я думаю, что даже где-то 50 на 50. Хорошо, что у нас разная публика. Замечательно. И еще, друзья, вот наверняка, а может и не наверняка, давайте вот сейчас огнем тогда, чтобы чат сильно не перегружался у нас. Дайте мне знать, если вы уже писали статьи, да, то есть вы уже такой опытный исследователь, огонечком мне, пожалуйста, отреагируйте, чтобы я понимала примерно, сколько у нас людей уже имели такой опыт. Ну, здорово, здорово. То есть у нас есть участники и те, которые уже имели такой опыт, и те, которые не имели этого опыта. Поэтому я тогда буду придерживаться вот этого понимания в рамках нашей встречи сегодняшней. Что мы сегодня с вами обсудим, друзья? Что нам полезно понимать, когда мы пишем диссертацию? Вот особенно, я не случайно спросила, пишите, не пишите, да, и вот те, кто не пишут пока, да, но, наверное, соберутся со временем. Я хочу сказать, что все, о чем мы сегодня с вами будем говорить, вы на всякий случай возьмите себе на вооружение для того, чтобы вам потом было проще. То есть если, точнее говоря, не если, а когда, в тот момент, когда вы примете решение, что, да, я бы хотел, наверное, защитить диссертацию, у вас уже все шаги, которые вы предпринимали, они пошли бы вам в копилочку, они бы уже вели вас потихонечку к этой цели, чтобы вы как бы начинали не с нуля. Ну, а те, конечно, кто уже осознанно движется к этому результату, к защите диссертации, то как раз я сегодня буду подсвечивать, может быть, те вещи, которые для кого-то они очевидны будут, для кого-то менее очевидны, да, для того, чтобы мы с вами четко понимали, на что нам ориентироваться. Поэтому я предлагаю сегодня посмотреть нам вот на эти три значимые вопроса. Во-первых, нам надо представлять вообще требования, которые есть к аспирантам и докторантам. Второй момент, безусловно, сейчас вы слышали, и кто-то, может быть, знает, кто-то, опять же, не знает, что вот это вот многообразие перечней всевозможных, да, которые сейчас существуют, не всегда понятно. Я просто сталкиваюсь практически каждый день в силу своей работы с теми людьми, кто пишет диссертации, да, и понимаю, что часть людей не знает даже о том, что есть какие-то нюансы в выборе, поэтому сегодня вот как раз об этом будем говорить. Ну, и, безусловно, чем отличается вообще подготовка публикации того, кто пишет диссертацию, от того, кто не пишет диссертацию, ну, как раз взаимосвязью с темой. И поэтому сегодня мы поговорим о том, как сделать так, чтобы вот эти ваши публикации были для вас ценны, в том числе не сами по себе, как ваши публикации, но и как элемент возможной диссертационной работы. Хорошо, давайте начнем с требований. Значит, требования у нас с требований в акт, друзья, начнем. Когда мы с вами защищаем диссертационную работу, у нас есть, так скажем, требования писанные и не писанные, да, формальные и неформальные. И вообще неплохо вот об этом знать и как бы заранее разобраться с тем, какие требования будут относиться непосредственно к вам. Абсолютно ко всем нам относятся положения присуждений ученых степеней и соответствующие пункты в нем. Когда мы с вами готовим диссертацию, почему я так ответственно заявляю, что абсолютно ко всем из нас, потому что если даже вы пишете диссертацию для диссертационного совета, который самостоятельно будет давать вам документ, мы попозже чуть-чуть об этом нюансе поговорим, то в любом случае те требования будут не меньше, да, то есть не ниже, чем те, которые заявляют в акт. Они могут быть более сложные, они могут быть другие, но они не меньше. Сейчас объясню, что значит не меньше, когда дойдем до количества. Значит, из требований, если мы говорим о требованиях ВАГ, что нам нужно четко для себя уяснить? Первый момент, что мы не можем без публикации. Ну вот не можем. То есть пункт 11 нам говорит о том, что научные результаты диссертации должны быть опубликованы. И здесь два важных нюанса, они подчеркнуты. Во-первых, мы обязаны иметь публикации. Во-вторых, не просто публикации, не просто вот для галочки я сделала там 3, 5, 8, 28 штук. Нет, в этих публикациях должны быть опубликованы научные результаты исследования. Более того, нам ВАГ сразу же, нас ВАГ сразу же ограничивает и говорит, не просто опубликованы, не просто хоть где, а опубликованы в рецензируемых научных изданиях. И очень часто такая вот сложность возникает именно в понимании того, что такое рецензируемое научное издание, а возникает эта сложность по очень простой причине. Наверное, большинство из вас тоже пользуются сервисом, который размещен на портале e-library. И, соответственно, если мы туда, если не пользуетесь, я сегодня покажу, как это делать. Если мы туда заходим и ищем там журнал, то мы иногда встречаемся вот с такой ситуацией. Вот перед вами на слайде журнал. Мы видим, что этот журнал рецензируемый, да, то есть вот в этой строке. А, у меня нет указочки, да. Друзья, сейчас есть указочка появилась? Моргните, пожалуйста, огоньком. Да, благодарю. То есть мы заходим на карточку журнала, объясню, где, как ее найти чуть-чуть попозже, и видим, он рецензируемый. Нам говорят, да, он рецензируемый. Нам ВАК сказал, в рецензируемых журнале опубликоваться. Мы считаем, что этот журнал нам подходит. Вот глядя на эту информацию, если мы смотрим только на эту информацию, мы вообще можем ответить на вопрос, подходит нам этот журнал или нет. Ответ простой. Нет, пока не можем. То есть если мы с вами просто увидели факт того, что этот журнал рецензируемый, это пока для нас ничего не значит. Почему? Потому что на самом деле рецензируемый, что такое вообще рецензируемый журнал? Это журнал, в котором, когда вы присылаете публикацию, свою статью, да, вы ее подаете на рецензирование. То есть в этом журнале есть пул экспертов, которым попадает ваша статья, они изучают вашу тему, соответственно, они ее читают, вашу статью, и делают вывод о том, можно ее, готова она, не готова, надо ее там поправить, или уже сразу сходу можно публиковать. То есть практически нормальный, вот такой нормальный хотя бы научный журнал, он является рецензируемым. Но то, что имеет, и вот если бы мы просто вот этот пункт 11 почитали положение, то как будто бы все и прекрасно. Но на самом деле ВАГ не совсем это имеет в виду, точнее говоря, не только это имеет в виду, потому что есть определенное «но». Оно это заключается в том, что когда мы переходим к следующему пункту, пункту 12, то нам объясняет ВАГ, что он имеет в виду под рецензируемые изданиями. И он нам говорит о том, что рецензируемые издания, ну, точнее говоря, не он, ВАГ, это комиссия, да, что-то я тут… Комиссия нам говорит о том, что такое рецензируемые издания. Рецензируемые издания – это те для ВАГ, которые самостоятельно этой комиссии включены в определенный перечень. И вот этот перечень, он мало того, что утверждается этой высшей аттестационной комиссией, этот перечень еще и размещается на официальном сайте этой комиссии. Это все указано в положении, это никакая ни тайна, ни секрет, но чтобы вот этот вот нюанс вы понимали и знали. То есть, соответственно, если мы с вами вернемся к этому журналу и посмотрим карточку этого журнала чуть более внимательно, сразу хочу сказать, что это старая карточка, это старый формат журнал, журнальные карточки мы сегодня посмотрим и современные форматы, но в любом случае и в том, и в другом формате есть такой разделчик, который называется «Перечень ВАГ», и мы здесь видим, что никакой отметки о том, что этот журнал рецензируемый высшей аттестационной комиссией, нет. Он просто рецензируется экспертами, но в перечень он не входит. И это означает, что если мы этот журнал выберем, наша публикация нам зачтется, как обычная публикация, а не как та, которую требует ВАГ. То есть публиковаться там можно, в принципе, пожалуйста, но это не то, что от нас требует ВАГ. И вот здесь вот этот нюанс, он значим. А что тогда, что это за публикации, которые нам нужно размещать вот в этих журналах, да, что это за журналы, которые нам точно подойдут, мы сейчас посмотрим, ответив еще на один вопрос. Когда мы понимаем, что рецензируемые журналы – это те, которые определил, перечень которых определил ВАГ, нам еще неплохо было бы понять, сориентироваться, а сколько вообще мне нужно опубликовать статей для того, чтобы у меня все было хорошо при подготовке диссертации. Этот вопрос, может быть, кажется несущественным, но он важен. Почему? Потому что, как показывает практика, уже много лет, да, я вот этим вопросом занимаюсь и сама, и в рамках курса, и в рамках просто общения с коллегами, очень часто что происходит, особенно это касается аспиранта, когда аспирант начинает писать диссертацию или хотя бы просто поступает в аспирантуру, у него есть некий страх перед диссертацией, и он сначала начинает писать публикации, он их пишет, 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 и потом бах, выясняется. Я просто, например, работаю в Институте экономики Российской академии наук и веду для своих аспирантов, для наших аспирантов курс. И я понимаю, что иногда получается, что человек приходит, у него масса публикаций, но у него нет тех публикаций или того количества публикаций, которые конкретно нужны для защиты. Поэтому вопрос «Сколько?» он имеет серьезное значение. И вот опять однозначного ответа, то есть вообще на протяжении всего вашего пути подготовки диссертации все время не будет какого-то однозначного ответа, и в этом и есть сложность этого пути. Потому что, ну, кто-то скажет, ну, Наталья, мы что, не можем открыть положение о присуждении ученых степеней? Да, конечно, можете, но там написано то, что написано, а в реальной жизни это может быть чуть-чуть или сильно отличаться от того, что там написано, и моя задача вам рассказывать то, как есть реальность жизни. И здесь, когда мы хотим ответить на вот этот вопрос, нам нужно понять ответ на предыдущий вопрос. А предыдущий вопрос следующий. А как я собираюсь защищаться? Я собираюсь защищаться, я назвала так, классическая защита у меня будет, или я буду защищаться в формате, в относительно новом режиме защиты, когда я могу не писать диссертацию. Вот наверняка вы знаете, да, что такая возможность есть. Огонечек мне, пожалуйста, в марганите. Знаете такую возможность? Мы сейчас ее рассмотрим. Что можно защитить диссертацию, не готовя диссертацию. Отлично. Прекрасно. У нас какая замечательно продвинутая публика сегодня. Да, собственно говоря, всегда у нас другое не бывает. Когда мы с вами думаем, что мы будем защищать классическим способом, то есть мы будем писать диссертацию, вот это первые нормативы, которые я сейчас выведу на слайд. Значит, первое, давайте посмотрим по докторской. По докторской диссертации в текущем положении о присуждении ученых степени. И, друзья, я сразу подчеркну, что вот этот документ, он сейчас действует до 31 декабря 2024 года. Дальше будет новый документ, который содержит небольшие изменения, но, тем не менее, просто чтобы вы понимали. Значит, что касается докторской диссертации, если мы ее готовим по наукам, которые выделены отдельно в первом разделе, вот вы находите свою научную отрасль, то, соответственно, у нас ограничение не менее 15. Если вы свою науку не находите в первом пункте, значит, она у вас автоматически попадает во второй, и тогда у вас ограничение не менее 10. И здесь ключевой нюанс, ключевой момент, мало того, что мы определяем, куда мы попали со своей степенью, да, каких, каких, доктором каких наук мы собираемся быть. Здесь нюанс еще состоит в том, что нам ВАГ устанавливает ограничение снизу, не менее, не менее. Поэтому, если у меня 15, я прохожу по самому краю, соответственно, лучше, конечно, иметь какой-то запас, одну, две, может быть, дополнительно такие публикации для того, чтобы, ну, точно, мало ли вдруг какие-то возникли проблемы, чтобы у вас был какой-то подстраховочный вариант. Если мы пишем классическим образом кандидатскую диссертацию, то ограничения намного ниже. Здесь, опять же, по указанным, конкретно выделенным наукам не менее трех. Если не туда вы попали, значит, не менее двух. Опять же, несмотря на то, что там, я сказала, надо иметь запас по отношению к 15, одна, две запасные вроде не так звучит страшно, да, там, ну, объемно. А здесь тоже хотелось бы иметь запас, но хотя бы там одну, да, публикацию для того, чтобы вам было, вам самим было более спокойно подавать диссертацию и двигаться к своей цели. Что происходит, если мы с вами идем другим путем? И если мы говорим, что не хочу писать диссертацию, вот все время мечтала защититься, но вот мне прям мысль о том, что нужно писать отдельный текст, а докторская диссертация – это все-таки текст серьезный. Кстати, у нас есть докторанты, друзья. Если у нас кто-то и докторанты есть, напишите в чате докторская или плюсик поставьте. Пожалуйста. То есть, если готовится докторская диссертация без самого текста, то, соответственно, здесь очень серьезные ограничения, опять же, снизу. Вот Юлия у нас, векторант, замечательно. То есть, обращаю ваше внимание, что в этой форме ограничивается срочность как бы статей, да, то есть у них есть срок не позднее, чем 10 лет. То есть, если вы давно-давно писали, начали писать свои работы, свои публикации, и теперь вот надумали большой срок между защитой кандидатской и докторской диссертацией, то, соответственно, мы ориентируемся только на последние 10 лет и аж 50 статей. То есть, вот это не надо думать, что это такой легкий вариант защиты диссертации. А вот что касается кандидатской диссертации, здесь два нюанса. Первый нюанс. Здесь нет ограничения по сроку, любое количество лет мы здесь можем взять. И здесь, в принципе, количество публикаций не менее 10, и если мы на практику посмотрим, то по некоторым специальностям, по некоторым наукам, и так по кандидатской будет там у кого-то 7 публикаций, у кого-то 8 публикаций, а не 3, как, например, ВАК минимум заявляет. И поэтому, на самом деле, вот эта разница между тем, когда у человека чуть более или, ну там, значительно более, чем минимум публикаций, можно вообще рассматривать этот вариант как такой рабочий вариант, потому что все-таки здесь более такое, может быть, разумное, ну, может быть, реальное ограничение. Это вот что касается таких возможностей. Но мы с вами что должны еще понимать? Мы должны понимать, что помимо ВАК у нас есть диссертационные советы, и у этих диссертационных советов есть свои желания. И сейчас, когда мы дойдем до алгоритма выбора журналов, я вот этот момент еще разочек подсвечу и вам поясню. То есть вот эти вот публикации, вот это количество публикаций, которые мы сейчас с вами озвучили, это ровно то количество публикаций и то, что требует ВАК по отношению к публикациям в тех самых рецензируемых журналах из перечней. И вот этих перечней сейчас развелось очень много. И для того, чтобы как бы в этом разнообразии не затеряться, давайте чуть-чуть по этим перечням пройдемся. Первый классический перечень, который мы все время, мне кажется, за ним уже закрепилось, это название перечень ВАК, хотя сейчас такого термина не существует, он называется перечень лицензируемых изданий, но тем не менее мы его для краткости называем перечень ВАК. Это первый перечень, на который мы с вами ориентируемся. Что по этому перечню нам важно знать и что нам важно учитывать? Этот перечень, как мы с вами в положении посмотрели, находится на сайте ВАК, его можно в любой момент найти и, соответственно, через поисковик или через сам сайт здесь проблем никакой нет. И в этом перечне важна актуальность. То есть вот он так называется, перечень рецензируемых научных изданий, и вот он актуален на определенную дату. Соответственно, когда мы с вами планируем публиковаться, неплохо бы увидеть актуальный перечень и посмотреть, вот это издание, которое мы сейчас поймем, как выбирать, оно входит в этот перечень или не входит? Ну и еще один важный нюанс, мы с вами тоже должны вот этот момент учитывать, что если раньше у нас, раньше это много лет назад, вот когда было понимание, что у нас есть перечень ВАК, и любой журнал, который в этот перечень входит, он как бы ВАКовский считался. Вот мы так и говорили, этот журнал ВАКовский, то есть он из этого перечня. Сейчас эта трактовка немножко некорректная по той простой причине, что если журнал в перечне, в перечень входит, он совершенно спокойно может быть не ВАКовским для кого-то из вас. В чем тут секрет, в чем тут как бы вот этот нюанс очередной? Потому что у нас любой журнал, который есть в перечне, он в перечне является ВАКовским по определенным специальностям. То есть предположим, если я, вот я, например, доктор экономических наук, да, я пишу статьи по экономике, и мне надо для себя найти, ну для каких-то своих по гранту, например, мне нужно отчитаться, и мне нужно найти грант, который будет ВАКовский по экономике. Вот этот журнал для меня ВАКовским не является, потому что он по философии, у него другие специальности. Поэтому вот этот вот нюанс мы с вами, безусловно, должны понять. Второй нюанс, который у нас параллельно с вот этим вот перечнем, который существует. Соответственно, так, а разве перечень ВАК, классификация по квартире, мы утверждены несколько лет. А, Геннадий, сейчас до этого мы дойдем. Соответственно, у нас есть еще один перечень, который отдельный перечень, он находится тоже на сайте ВАК. Я фрагмент вам на экран тоже вывела. В определенный период времени ВАК, следуя, ну общей такой тенденции, решил, что журналы внутри этого перечня, они все-таки не одинаковые. Друзья, опять же, да, ну мы же про жизнь, мы понимаем с вами, что в этом перечне разные журналы. Соответственно, эти журналы были разделены на группы, на категории. Соответственно, эти категории у нас три. К1, К2 и К3. К1 – это самые высокорейтинговые журналы, К2 – это средняя часть журналов и К3 – это журналы более слабые. Следовательно, когда мы с вами, если, точнее говоря, если нам важно с вами учесть категорию этого журнала, то нам потребуется другой перечень, потому что сейчас я вам только тот перечень показала, там ни слова, ни про какие категории не было сказано. То есть для того, чтобы понять, в какую категорию наш журнал попадает, нам нужен другой перечень. Вот этот, который на экране, он цветной. Он прям раз… И мы видим, что в зависимости даже от заливки, мы сразу понимаем, какой категория. Ну, я третью категорию не стала выносить, просто слайд, и так очень плохо тут видно. Большая там таблица, достаточно мелкая. Поэтому, если вдруг вам нужно понять, какая категория, значит, мы берем еще один перечень, и внутри этого перечня ищем этот же журнал и смотрим, в какую категорию он попадает. Действительно, это вот этот перечень по категориям, он утвержден, и он не меняется. Он не меняется. А вот сам перечень рецензированных изданий, он меняется, он меняется с завидной регулярностью. Он расширяется, и поэтому какие-то количество журналов там увеличивается, но какие-то журналы теряют свой статус, и, соответственно, нам надо понимать, чтобы не оказалась такая ситуация, что вы опубликовались в журнале, который в этот перечень не попал, у вас в это время опубликовалась статья, она для вас не ваковская. Даже несмотря на то, что изначально, например, он там был. Поэтому вот здесь вот этот нюанс важен. Нужно ли всем понимать, в какой категории опубликован журнал? Нет, абсолютно. То есть, если... То есть, мы с вами сейчас посмотрели положение, в положении этого требования нет. Что касается еще одной возможности, у нас то же самое на сайте ВАК висит, не ваковский перечень, но он такой ваковский, не ваковский. То есть, он на сайте ВАК есть, но он другой. Этот перечень, который включает в себя информацию об отечественных изданиях, здесь только отечественные издания, которые рецензируются в международных базах. В международных базах. И когда у вас возникает вопрос, а вот такое у меня зачтут, да, у вас это зачтут в эту же самую категорию, то есть в категорию рецензируемых изданий. Это отдельный перечень. Он тоже так же, как перечень по категориям, он меняется один раз в год. Последние, по крайней мере, годы он меняется один раз в год. Поэтому актуальная на 31 декабря версия, она сейчас действует, до конца года будет действовать точно. Там, видимо, ее тоже в конце декабря обновят. То есть, пожалуйста, если вас интересует, допустим, вам на работе надо, чтобы у вас статья была в международной базе, проиндексирована, а вы еще пишете диссертацию, и вам надо, чтобы этот журнал был рецензируем и подходил под требования ВАК. Вот вам здесь, в этом перечне, можно посмотреть такие журналы. На сайт ВАК, а просто в поисковике, можно набрать сайт ВАК и, соответственно, там посмотреть эти перечни. Либо можно написать во Вконтакте, мне напишите, я вам лично ссылочку вышлю. Да, без проблем. Татьяна, давайте так и сделаем. Я вот не догадалась дать контакт свой, но можно. Вот можно на электронную почту написать, которая есть на флайне. Я вам сброшу все эти перечни без проблем. Что касается еще одной возможности, которую мы иногда не рассматриваем как возможность, это возможность опубликоваться в так называемых журналах, которые входят в RSI. Это российский индекс научного цитирования, который находится на платформе Web of Science. И эти журналы считаются очень серьезными, очень авторитетными, очень значимыми. И даже ходила такая идея относительно того, чтобы давайте мы переосмыслим вот этот перечень рецензируемых журналов ВАК, не будем его рассматривать как вот такой рецензируемый перечень, а вообще перейдем к тому, чтобы публиковаться вот в этих журналах RSI. На слайде сейчас картиночка с сайта e-library. Это они так объясняют место вот этого индекса внутри платформы Web of Science. И я вам новую информацию показываю, что их там не тысячу, а тысячу двенадцать уже стал журнал. Что касается вот этих вот перечней, мы на них ориентируемся, исходя из наших потребностей. Естественно, вот если у нас есть задача совместить как-то свою диссертацию, свою научную работу с какими-то отчетами, может быть, по гранту, может быть, на работе, может быть, еще что-то, конечно, мы стараемся соединить и найти, ну, как бы сразу же и то, и другое учесть. Если вы пока диссертацию не пишете, то в любом случае вот ориентируйтесь на эти журналы для того, чтобы потом у вас уже, вы только надумаете писать диссертацию, а у вас уже есть публикации, которые требуются. А тем более, если мы говорим, что, например, вы надумали защищать кандидатскую форму научного доклада, вы накопили вот этот объем публикаций, пожалуйста, приняли решение и сразу можете его реализовывать. То есть вот здесь вот эти нюансы все, о которых я сейчас говорю, они очень могут вам помочь. Что еще нам нужно учесть при выборе журнала? Не случайно, помимо перечня, я не случайно говорила, что важно понять место, место, где мы публикуемся, и чтобы это место соответствовало требованиям. И пока до 7 минуты мы с вами говорили только о требованиях ВАГ. Но на самом деле же у нас есть не только ВАГ, мы с вами работу подаем в диссертационный совет. И наверняка, если вы пишете диссертацию, то вы слышали о том, что диссертацию надо писать под диссертационный совет. Так вот то же самое касается и публикаций, потому что у каждого диссертационного совета есть некие свои представления, предпочтения и так далее. Поэтому что мы здесь с вами должны учитывать? Помимо того, что вот эти перечни, что мы с вами должны учитывать? Мы с вами должны понять, где мы будем защищаться. Раньше я акцентировала ваше внимание, в каком формате вы собираетесь защищаться, классический формат или форме научного доклада. А сейчас я акцентирую ваше внимание на то, что нужно ответить себе на вопрос, а где я хочу защищаться? И здесь у нас два варианта. Первый вариант – это классические советы ВАГовские, которые курируют ВАГ, которые утверждают в итоге ваш диплом, итог вашей защиты, высшая диссертационная комиссия. А у нас еще бывают советы, которые самостоятельно все решают и все присуждают. И поэтому в зависимости от того, где вы решите защищаться, вот это место публикации, оно может быть другим. Потому что если мы говорим о защите классическим образом, я обращаю ваше внимание, что именно здесь требования ВАГ, о которых мы сейчас говорили, плюс возможные пожелания, я не случайно взяла в кавычки, или возможные пожелания в виде требований диссовета, потому что эти требования часто не написаны, мы просто должны посмотреть работы, которые там защищались, и увидеть, что этому совету нравится. А вот если мы говорим о советах, которые самостоятельно присуждают к ученую степень, то там требования могут отличаться от ВАГовских. Там, может быть, нужно не 15 публикаций, а 20. Может быть, нужно не публикации в рецензируемых изданиях ВАГ, а может быть, надо, допустим, 7 публикаций, но в Web of Science и Скорпус, или, может быть, надо не за 10 лет, а за 5. То есть вот все, что касается самостоятельных советов, это абсолютно индивидуальная история. То есть если вы решаете защищаться в таком совете, вы заходите на сайт организации, при котором существует такой совет, заходите на страничку этого диссертационного совета и изучаете информацию всю там. И еще раз повторяю, что требования будут не проще, чем... Они могут быть другие. Да, может быть, меньшее количество публикаций, например, но тогда уровень этих публикаций, сложность этих публикаций будет выше. Они, например, будут или квартелем обозначены, не просто в Web of Science и Скорпус, а в каком-то квартеле конкретно. Или, например, это в рецензируемых изданиях, ну, например, в категории К1. То есть вот там будут какие-то нюансы. И здесь, конечно же, мы обо всех диссертационных советах, которые самостоятельно присуждают в ченую степень, говорить не будем. Поэтому я про них просто обращаю ваше внимание, что это нужно будет сделать самостоятельно. Таким образом, как мы определяем место? Первое. Мы смотрим перечень. И сейчас, напоминаю, да, вот в России у нас 1012 журналов входит, а в перечень рецензируемых изданий, я вчера буквально посмотрела, 3177 журналов входит. То есть это гораздо больше перечень, больше возможностей дающий. Поэтому в этом смысле даже эти требования, ну, такие, достаточно мягкие. Вторая категория – это как раз-таки журналы, я их не случайно назвала «свои журналы», то есть это журналы, которые рекомендуются конкретным диссертационным советам, вот как раз самостоятельными советами могут прям в списке журналов быть. И вот, например, я вам один из вариантов показывала, что вы, когда заходите, например, на сайт диссертационного совета, вот одна из участниц прошлого, по-моему, потока курса у нас была, вот диссертационный совет мы смотрели, пожалуйста, на сайте указано, вот в этом перечне нужно искать рецензируемые издания, не в каком-то другом, а вот именно в этом. И тогда вы, естественно, на этот перечень ориентируетесь, а не на ваковский перечень. Ну и, безусловно, еще раз, если вдруг вы видите, что диссертационный совет или ваша специальность в принципе такова, что она подразумевает то, что вы будете публиковаться где-то в международных базах, значит, рассмотрите вариант, возьмите отечественный журнал из международной базы. Для этого у нас помощь, вот тот самый список, о котором я говорила, там тоже достаточное количество журналов, 1245 журналов в текущем, в актуальном перечне. Друзья, я вижу ваши вопросы, сейчас одну секунду, вот я смысловой блок закончу и посмотрю. Ну и, соответственно, по поводу того, что важно, да, я не случайно сказала, что перечень вак вот этих рецензируемых журналов, он меняется, поэтому я вам рекомендую проверять этот перечень, чтобы вы с актуальной информацией работали. И второе, безусловно, если журнал, вот смотрите, иногда в грантовых отчетах или в отчетах на работе у вас требуется, чтобы ваша публикация индексировалась в РИНС. Вот именно такая формулировка, чтобы она индексировалась в РИНС. Так вот, я обращаю ваше внимание, что с некоторых пор у нас не все журналы, которые входят в рецензируемый вак список, являются журналами, которые индексируются в РИНС. Обращайте на это внимание, я сейчас покажу, где это посмотреть, потому что это такой важный нюанс. Он вам для диссертации, может быть, и не важен, а вот для совмещения того, что ваша публикация может вам помочь и в диссертации, и в работе, вот этот нюанс надо смотреть. Так, презентация доклада будет? Нет, презентацию доклада я не даю. Какие критерии являются наиболее важными при выборе научного журнала для публикации? А вот мы сейчас как раз и посмотрим. Дмитрий замечательные вопросы задает. Сейчас мы как раз к алгоритму перейдем. Но до этого буквально я одну минуту вашего внимания уделю и приглашу вас на свой курс. Если вам интересно то, как с меньшими какими-то непониманиями, сложностями быстро освоить те нюансы и понять, как оптимизировать свой курс к вашей цели, да, я вас приглашаю пройти этот путь со мной, прийти на курс технологии о подготовке успешной диссертации. Мы стартуем в ноябре, есть время на то, чтобы настроиться. И, соответственно, там очень подробно мы абсолютно весь путь от начала, от самого начала, даже если вы только задумываетесь писать диссертацию до самого конца, даже до того, что будет после того, когда мы это все с вами рассмотрим, как раз-таки со всеми нюансами, со всеми неочевидными вещами, да, и, следовательно, здесь можно будет все это детально посмотреть. Хорошо. Когда мы с вами... Давайте к алгоритму. Когда мы с вами выбираем журнал, какому алгоритму мы с вами придерживаемся? Первое. Безусловно, мы с вами сейчас только говорили о требованиях, и нам нужно соответствовать требованиям, а значит, мы смотрим журнал по принадлежности к базе цитирования. То есть у нас есть, например, журналы, которые нам надо, допустим, чтобы он входил в международную базу, смотрим. Если нам не надо, значит, мы сразу же переходим на второй этап, и мы уже там будем смотреть, входит ли он в перечень, где нам увидеть. Входит в RINC, не входит в RINC, входит в Web of Science, не входит в Web of Science. Заходим на e-library, авторизуемся, в навигаторе выбираем вкладку «Журналы», и, соответственно, когда мы заходим в карточку журналов, у нас с вами открывается блок, в который мы можем понять, в какие перечни входят данные журналы. Перечень ВАГ, индексовое ядро, в принципе, включен в RINC, в Web of Science, в Scopus. То есть мы с вами можем вот эти все фильтры настроить и выбирать журналы, которые нас интересуют в том числе по месту их индексирования. Второе. Мы проверяем, если нас базы цитирования не интересуют, значит, для нас алгоритм, первый пункт алгоритма будет начинаться с этого шага. Мы начинаем проверять этот журнал по перечням. Входит он в актуальный перечень или не входит. Является он журналом включенным, например, если это даже в Web of Science, в перечень второй, который в международные базы, или не входит. То есть вот здесь вот это мы с вами смотрим. Следующее. Конечно, вот к вопросу, который был задан по поводу характеристик журнала, основных характеристик, на что обратить внимание. Когда мы с вами в карточке журнала находим определенный журнал, сейчас я все это покажу, мы с вами можем озадачиться несколькими характеристиками, как минимум, на что нужно обратить внимание. Это импакт-фактор журнала, это некие требования, которые предъявляет этот журнал, это некие необычности, которые могут быть, ну и, соответственно, сроки публикации, сроки рецензирования. Вот эти нехитрые, скажем так, параметры могут нам понять, журнал мне тут подходит или мне лучше поискать какой-то другой журнал. Как мы это все с вами видим? Предположим, давайте предположим, что мы не ищем конкретный журнал, вы только начинаете свой путь, и, допустим, вы пишете там по педагогике работу, и, соответственно, вам нужно найти журналы по педагогике. Что мы с вами делаем? Мы заходим в навигатор, выбираем вкладку журналы, открывается у нас каталог, мы названия с вами не знаем пока, да, не знаем свои профильные журналы. Мы открываем тематику. Почему показываю на педагогике? Потому что, когда многие ищут, не находят, потому что там вначале идет народное образование, потом педагогика. Выбрали здесь в эту вкладочку. И, предположим, нас интересуют стандартные журналы, которые входят в рецензируемые перечени, мы хотим просто вот их выделить в Аковские. Все. Мы с вами сделали поиск, сделали, у нас 237 журналов по педагогике у нас нашлось. Соответственно, мы с вами, заходя в тот или иной журнал, можем с вами понять, насколько этот журнал нам подходит. Как я вам рекомендую делать сортировку? Я вам рекомендую делать сортировку по уровню, все-таки по рейтингу, скажем так, научному рейтингу для того, чтобы у вас вверху отражались топовые журналы, а пониже попроще. И даже если вы вообще не хотите углубляться в понимание, какой это журнал, мы что можем сделать? Мы можем просто задать себе вопрос. Вот если я пишу статью первый раз в Аковскую, вот у меня были уже обычные статьи, например, там, которые просто в конференциях, допустим, или просто в рецензируемых журналах, но не в Аковских, я пишу первую статью. Ну, наверное, не стоит мне сразу же бросаться и писать в журнал, который топ-1 в этом перечне. Наверное, для меня это будет сложновато. Поэтому все-таки адекватно своему уровню, а, например, если вы пишете докторскую, если у вас прекрасное погружение в тему, вы уже готовы поделиться какими-то серьезными результатами, то, конечно, может быть, нужно рассматривать топовые издания для этого. То есть вот здесь тоже опять нюанс, который связан с нашими особенностями, с тем, что мы все разные и всем разное нужно. Что мы здесь видим с вами? Вот мы заходим в этот журнал, я прям в первый зашла. Вот так выглядит современная карточка журнала. И здесь мы можем... Она очень длинная, поэтому я ее срезала для того, чтобы вы вообще хоть что-то увидели. Вы можете пролистать ее до конца, посмотреть, какая там есть информация. На ней, в этой карточке можно посмотреть, по каким специальностям этот журнал ваковский. И самое, вот если мы хотим все-таки погрузиться и понять, этот журнал стоит выбирать, не стоит выбирать, то мы пользуемся с вами функцией, которая есть анализ публикационной активности журнала в правом вертикальном меню. И когда мы проходим по этому пункту меню, кликаем, перед нами открывается вот такая информационная панель, которая содержит на самом деле очень много информации. Большая часть этой информации вам не нужна, не надо в нее вникать. Мы можем с вами сориентироваться хотя бы на два параметра. Первое. Вот у нас есть просто рейтинг, да, научный, по тематике. Ну, то есть я вот, например, хочу понять, вот этот журнал, у меня даже вот в общем рейтинге, он не столько интересует, сколько меня интересует его место внутри вот моей науки. И я вижу, что этот журнал занимает первое место по педагогике. Ну да, действительно, он, вот мы видели, он в рейтинге у нас первый отразился. То есть это такой журнал в педагогических науках, считается авторитетным. Второй индикатор. Ну, вы же не всегда будете на первый кликать. Вы, например, возьмете из этих 237 и скажете, что нет, я, наверное, там, допустим, 50-й я возьму. То есть это такой хороший, средний, а может быть даже и сильный журнал. Как мне понять? Очень хорошим индикатором является импакт-фактор. Он есть за разные годы, можно посмотреть просто за последние два года. Это тоже очень хорошая для вас будет подсказка. Смотрим. Двухлетний импакт-фактор лучше смотреть без самоцитирования, хотя для ориентира и обычного достаточно будет. И мы видим здесь 3,9, да, очень мелко, что-то я не... Да, 3,99. То есть практически 4. Это много или мало? В каждой отрасли знания это будет разное. Но чем выше эта циферка, то есть вот вы сравниваете, у вас там 5 журналов, например, вы сравниваете, и вы видите, что вот у этого высокое, а у этого там 0,5, например. То есть понятно, что тот, у которого 0,5, это менее такой весомый, так в науке, скажем, журнал. Аккуратно я выбираю термин, потому что это не значит, что он плохой. Вот это не значит, что он плохой. Это просто журнал, в который будет проще попасть. Это журнал, который, может быть, не так давно публикуется. Может, он еще не набрал веса какого-то академического. Мне вообще не очень нравится категория «хорошо-плохо», потому что вот здесь вот эти нюансы нужно учитывать. Ну и, соответственно, на что мы еще обращаем с вами внимание, неплохо бы посмотреть, когда вот в эту карточку открываете, вообще кто учредитель этого журнала. И, допустим, давайте вот вернемся на одну секунду. Вот если мы здесь посмотрим, тут учредитель, Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики. То есть это университет. Мы понимаем, здесь может быть научная организация или университет. Я работаю в Институте экономики Российской академии наук. У нас есть тоже журнал, он называется «Экономика региона». То есть научная организация выпускает, ну не только этот, ну вот, например, да, то есть научная организация выпускает журнал. Тут все понятно. Если же мы смотрим с вами, зашли в журнал, вот как бы тыкнули вы там на 50-е, 60-е, 10-е, неважно какой, зашли на карточку и видите, я уже другую область знаний взяла, учредители ООО «Эковектор», кто это? Вот кто это? Ну, то есть опять, это не значит, что он плохой. Это значит, вот то, что я говорю, вот некие такие необычности, да, надо посмотреть, что это, что это за журнал такой. То есть может быть у него низкие показатели, может быть это журнал, который печатает статьи просто там за деньги и так далее, и тому подобное. Поэтому что мы делаем, мы такие журналы просто более внимательно изучаем. И, например, я зашла на сайт этого журнала, и что я вижу? Я вижу, что в этом журнале, в принципе, публикация бесплатная, но у них есть, например, разные платные фишечки, возможности и так далее. То есть экстренное рассмотрение, публикация в открытом доступе и так далее и тому подобное. Из чего я делаю вывод, что опять это неплохо и нехорошо. Это означает, что у этого журнала есть такой вариант, да, когда вы публикуете сплатно. Если действительно у вас там, я не знаю, срочно нужно, и вы понимаете, я еще не посмотрела, этот журнал вообще входит в перечень рецензируемых вам журналов или нет. То есть если, например, вы проверили, вы видите, что он по всем характеристикам вас устраивает, и вам реально нужно там вот прям срочно, вот бывают такие ситуации, вам нужно защищаться, вы ограничены во времени публикационного цикла, и такой журнал, может быть, придет вам в этом смысле на помощь. Но кому-то это, например, категорически неприемлемо, и тогда вы выбираете просто другие журналы, тогда вы просто на это обратили внимание и решили, нет, я не хочу, меня как-то это удивляет, напрягает или еще какие-то эмоции вызывает, ну, значит, это просто не ваш вариант. Вот, соответственно, и когда мы с вами вот эти основные характеристики посмотрели, которые нам могут позволить составить представление, именно все-таки это качественный журнал или это какие-то непонятные ребята, непрозрачные. Обязательно на сайт заходим, смотрим, потому что сайт тоже о многом вам может сказать. И как раз-таки, когда мы на сайте находимся, я рекомендую вам заглянуть в архив журналов, потому что в архиве журналов мы с вами сможем увидеть вообще, этот журнал о чем. Вот он как бы, какие нюансы в этом журнале есть. Может быть, есть какая-то специфика статей. Некоторые журналы очень любят обзорные статьи. Какие-то журналы публикуют там только статьи по результатам исследования. То есть вы это можете своими глазами просто увидеть. Кроме того, что мы еще с вами можем увидеть, вот я в тот самый журнал образования и наука зашла и посмотрела последний номер, который подвешен сейчас на сайте. И что я вижу? Я вижу, что в этом журнале есть тематическое разделение. То есть если я, например, занимаюсь какими-то там, допустим, психологические исследования в образовании, я понимаю, что я в этот журнал могу попасть, но я исхожу из того, что раз есть рубрикация в этом журнале, значит, видите, в каждом разделе всего по одной-две статьи. То есть тут достаточно высокая будет конкуренция попадания вот в эту рубрику, потому что не просто в журнал надо попасть, а надо попасть вот в конкретную рубрику. Потому что, допустим, если вы занимаетесь социологическими исследованиями, а в журнале только две такие статьи, то значит вы будете ждать, например, какого-то следующего номера. И вы вот эту специфику можете увидеть просто, посмотрев текущие еще там пару-тройку номеров, посмотрите и примерно увидите. Можете прямо открыть статьи и посмотреть в том числе требования. И какие же здесь могут быть фишечки, которые нужно посмотреть. Вот этот импакт-фактор, это нам для ориентира сложно, легко, условно, я вот в кавычках не случайно говорю, еще раз подчеркиваю, в разных науках будет разный уровень импакт-фактора. И следующее, мы, конечно, рассматриваем, какая политика рецензирования, сколько времени она займет, может быть, насколько подходит тематически ваша публикация в журнал. Ну, исходя из срока публикации, мы можем спланировать свою публикационную активность. То есть когда нам нужны эти публикации, вот чтобы в частности не платить за срочную публикацию, мы можем вот с вами распланировать это в режиме года и, соответственно, это сделать более спокойно. Друзья, я вижу, что вы задаете вопросы, давайте я сейчас завершу и потом посмотрю в чат и вам на вопросы отвечу. И маленький еще момент относительно того, хорошо, журнал мы нашли, поняли, как это сделать, именно такой свой журнал найти, с учетом и моей готовности публиковаться в нем, и того, что он подходит. И теперь мне надо понять, вот я пишу диссертацию, мне нужно понять, я пишу, например, первую или вторую статью по диссертации, что мне с этим делать, как мне выбрать тему и, соответственно, какой структуры статьи мне следует придерживаться. Во-первых, про тему сразу же хочу сказать, что если вы пишете диссертацию, то тему вам не нужно никакую придумывать. Если у вас уже есть структура работы, вы можете брать абсолютно любую главу или параграф, или вот какой-то раздел, в котором вы сейчас работаете, формулировать относительно того, смыслово, о чем этот раздел, можно, конечно, взять непосредственно название параграфа, но я бы, тем не менее, все-таки поработала над названием, и его изменила, прям непрямое название из параграфа взяла. И, соответственно, прямо берем либо параграф, либо главу, и на основе этого делаем материал. Почему это важно для тех, кто пишет диссертацию? Как раз для того, чтобы вы сами понимали, к какой части вашей диссертации будет относиться эта статья. И, по сути, вы можете начать разбираться, например, в этих материалах, или углубляться в эти материалы, или у вас уже результат научный появился, и вы его хотите опубликовать, и вы понимаете, что вот, например, первая глава у меня закрыта вот такой-то публикации, а вот вторая глава у меня будет закрыта вот такой-то публикации. То есть у вас возникает какая-то логика и взаимосвязь между вашими публикациями и между вашей диссертационной работой. Если вы пока не пишете диссертационную работу, старайтесь не выбирать сильно разные темы. Ну, то есть все-таки вот вокруг какого-то, какой-то идеи, какой-то смысловой темы формулируйте свое видение. Мы можем разные аспекты рассматривать, и это у вас будут разные темы, статей, но они будут касаться некой общей исследовательской темы, и потом они могут собраться вот в ту самую копилочку и дать будущее для вашего диссертационного исследования уже такого осмысленного, потому что вы уже над разными-разными аспектами этой темы поработали. Ну и когда мы говорим о структуре, да, структуре, то структура – это то, что зависит от издателя. То есть когда мы говорим, что есть обычная структура, есть необычная структура, есть, они всякие разные есть, но когда мы с вами выбираем конкретно, где мы будем публиковаться, то, соответственно, мы там на сайте и смотрим, какие требования к нам предъявляются. И здесь классические общие требования, которые к любой научной статье есть, и мы можем на них ориентироваться. Первое – это, безусловно, мы с вами должны… классическая структура статьи, введение – основная часть заключения. И в введении мы с вами должны обязательно описать то поле предметное, которому посвящена эта статья, то есть мы должны показать проблематику, внутри которой мы собираемся разобраться, и актуальность, актуальность, почему сейчас этим стоит заниматься, вот решениями этих задач или проблем, да, то есть мы вот это должны обязательно сделать в начале статьи. Второй момент – это в введении традиционно, или вот пока просто в начальной части, скажем так, да, статьи, у нас, безусловно, всегда-всегда должен быть анализ тех исследований, которые были сделаны до нас, то есть мы должны показать, на что мы с вами опираемся, что наши исследования не находятся где-то в вакууме, у нас есть теории, концепции, на которые мы с вами опираемся. Следующее – мы с вами должны показать в статье некие белые пятна, которые другие исследователи не охватили, недостаточно охватили, может быть, не сейчас изменилась ситуация и требуется какое-то переосмысление, да, то есть мы вот должны показать своё место, что мы собираемся рассматривать, и исходя из этого мы формулируем, формулируем цель статьи. Вот в данном случае под исследованием у вас, может быть, цель исследования более крупная, чем цель конкретной статьи. И вот хорошо, когда цель сформулирована. Вот я являюсь рецензентом нашего журнала «Экономика региона», и вот у нас прям есть, естественно, как у любых рецензентов, бланк, по которому, что называется, мы отмечаем, что выполнено, что не выполнено, и даём какую-то характеристику, на каком качественном уровне то или иное сделано. Ну и следующее – это изложение, собственно говоря, вот эта центральная часть вашего исследования, где вы показываете результаты, где вы их обосновываете, где вы показываете, как вы к ним пришли, к этим результатам, какова их ценность. То есть вот всё, вы как бы, самый сок вашего исследования, он находится в основной, в центральной части статьи. И, безусловно, почему хорошо, когда в статье сформулирована цель? Вам будет проще написать заключение. В заключении мы должны сформулировать выводы, то есть с одной стороны мы должны опираться на результаты, с другой стороны мы должны показать, что мы эту цель ставили, и вот мы её в работе реализовали, мы вот к этому пришли. Ну и хорошо, если в статье вы сами, как автор, обозначаете своё видение, перспектив дальнейших каких-то исследований, а где ещё что-то можно посмотреть внутри вашей темы и что-то ещё углубить, почитать и так далее, написать и так далее. Если мы говорим о классической статье, иногда вы к издателю заходите, и там написано, что структура статьи может выделяться автором самостоятельно, главное, чтобы там были выделены подразделы. Значит, вот мы тем способом пользуемся, о котором я сейчас говорила. Но иногда вы заходите на сайт, и там написано, что у вас структура статьи, так называемая, имрак. Что это означает? Это означает, что в этой статье у вас в обязательном порядке должны быть выделены следующие разделы. У вас должно быть введение, у вас должен быть раздел «Материалы и методы», у вас должен быть раздел «Результаты исследования» и «Обсуждение». Как бы может быть раздел «Заключение» ещё отдельно выделен, а может быть как завершающий раздел в разделе «Обсуждение». Здесь что? По сути, примерно то же самое, но немножко нюансы есть. То есть в введении мы точно так же актуальность, проблематику, историю вопроса, какие-то терминологические вещи описываем, да, то есть что будем в курс дела вводить. А вот что касается, вот один из самых сложных разделов, особенно для тех, кто начинает писать научные статьи, это раздел «Материалы и методы», потому что здесь нужно очень, хоть и простым языком, но тем не менее очень так подробненько описать и те методы, которые вы используете, почему именно эти методы. Может быть, у вас есть какой-то, какие-то методологические подходы, на которые вы опираетесь, вы вот здесь вот это все описываете. И, естественно, материалы, что за данные, которые вы используете, где вы их взяли, это ваши данные, или где вы их получили. И вот этот раздел, он все-таки не на одну, не на один абзац пишется, он достаточно большой. Если вы вдруг в статье используете собственный методический аппарат, например, вы разработали какую-то методику или модель хотите представить, или еще что-то, вы вот здесь вот это все должны прописать, пошагово как это все выглядит, а уже результаты ее применения мы с вами представляем в следующем разделе, который, собственно говоря, этим результатам и посвящен. То есть тут именно таблички, графики, расчеты ваши, обоснования, почему это так и так далее. А что в разделе обсуждения? В разделе обсуждения у нас должно появиться, как бы, знаете, такое понимание, а зачем ваши результаты, что они дают, какова их практическая, теоретическая значимость, то есть как бы, как их можно применить, что они позволяют сделать и так далее. То есть вот это вот, ну и естественно, в любой статье, в любой статье у нас с вами появляются заключения или выводы хотя бы в разделе обсуждения. Если вы, выбирая журнал, видите, что вы не писали ни разу статьи и видите, что вот такая структура, ну, может быть, подумайте, потому что это прям для начала, для первого варианта, это прям непросто бывает большинству людей, ну, опять же, все мы разные, поэтому, может быть, сначала пойти классическим путем, а потом попробовать вот этот вариант. Но с другой стороны, если вы вот так, ну, тренируетесь, тренируетесь готовить свои статьи, у вас это будет уже получаться органически, спокойно и без всяких проблем. Ну, в любом случае, друзья, чему бы мы не посвящали свое время, везде нужна практика, поэтому завершая нашу встречу и разговор по поводу того, как готовится публикация, я как истинная училка, что называется, даю вам домашнее задание, для того, чтобы вы попробовали подобрать, осмыслить, какие вам публикации необходимы, подобрать себе журналы и проверить эти журналы относительно того, насколько они вам подходят и насколько они подходят для ваших целей. Я возвращаюсь в чат, да, безусловно, я по-прежнему жду вас, если для вас актуально, на курсе буду рада встретиться. Так, я возвращаюсь в чат, отвечаю на ваши вопросы и я буду благодарна, если вы мне дадите обратную связь, что вы забираете сегодня с собой, что для вас было полезного, нового, пока я отвечаю на вопросы. Так, какие критерии? Это я ответила. Озвучите, какие основные изменения в требованиях ВАГ произошло в последние годы, как требования ВАГ влияют на вархематике, металлогии, следы инспирантов. Дмитрий, вопросы потрясающие, но по каждому из этих вопросов можно сделать отдельный вебинар. У нас, кстати, будет вебинар по нормативным требованиям, по тому, как они меняются, но не потому, как они менялись в истории вопроса, а как они меняются, на что мы сейчас должны ориентироваться. Так, курс не бесплатный. Так, так, так. Пожалуйста, как правильно оформить введение в заключении статьи, чтобы они привлекали внимание рецензентов, читателей. Про введение постаралась вам подсветить в структуре. Да, введение, на самом деле, друзья, введение – это важная часть, но еще, наверное, более важная часть – это аннотация, то есть которую я просто внутри статьи ее не назвала, потому что она, может быть, техническое значение имеет, но тем не менее это важный такой раздел, по которому мы его сразу видим. Допустим, в том же e-library мы нашли статью, и мы видим аннотацию. И вот чем лучше написана аннотация, чем понятнее. Старайтесь в эту аннотацию занести результаты своего исследования, а в введении нужно показать, прям в самом введении постараться показать актуальность вашего исследования и показать его практическую значимость. Как бы для чего? Вот что оно может быть, чем оно может быть полезно, как оно может быть использовано, и тогда у человека возникнет желание дальше читать статью, изучать ваши материалы. По презентации, да, я уже говорила. Важно по оформлению докторской диссертации. Лена, здорово. Деление журналов в акку рейтингу. Полезен алгоритм. Отлично. Описание данных. Типичная ошибка. Татьяна, это я не знаю. Это вы утверждаете или вопрос задаете? Хорошо, друзья. Я вас благодарю тогда и не задерживаю по поводу... Благодарю, что вы были сегодня вместе со мной. Жду вас на следующих вебинарах. На следующий вебинар будет... Я сегодня даже не сделала такой слайд, но просто вот давно мы не встречались. Через две недели у нас будет следующий вебинар, и на следующем вебинаре 23 октября в 12 московского у нас будет вебинар, на котором мы будем говорить о долгосрочном планировании и проблемах самой дисциплины, что делать, чтобы дописать диссертацию. Поэтому, если кому-то такая тема актуальна, тоже присоединяйтесь. Будем размышлять над этим вместе, как с этим поступить. Хорошо, друзья. Вам тогда доброго дня и увидимся на следующих наших встречах. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok